МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сними меня, если сможешь. К чему приведет запрет видеосъемки полицейских при исполнении? Крым без татар. Верховный суд России окончательно запретил Меджлиз. Ее величество против. Какой приговор вынесут британцу, воевавшему на Донбассе на стороне боевиков? Судили, раздевали. Депутаты сегодня собрались на внеочередное заседание парламента, чтобы снять мантии с нескольких десятков судей. Это была последняя возможность, когда уволить служителей Ефемиды могла Верховная Рада. Уже через два дня в силу вступают изменения в Конституцию, а это значит, что право увольнять и назначать судей переходит к Высшему Совету Правосудия. Что успели наспех проголосовать нардепы и почему по некоторым судьям решение принимали с 11-й попытки? Подробности у Ольги Рыцарь. Зарегистрировано 264 депутатов. Неочередное заседание открыли. Зарегистрированных карточек достаточно, чтобы уволить 34 судьи. Именно на них сегодня в парламенте представление на увольнение от Высшего Совета Юстиции. За то, что лишали прав участников Евромайдана и сажали их за решетку. Из всех виновников неочередного заседания в зале только один судья. Говорит, переехал на материковую Украину сразу же после аннексии Крыма. И активистов Евромайдана не судил. Уволить этого судью депутаты не смогли. Впрочем, все последующие голосования тоже провалили. Тогда решили, причину увольнения каждого нужно тщательно обсудить. Я предлагаю, чтобы сейчас поставить на голосование вопрос о закрытии неочередной сессии. И рассмотреть все эти подания в нормальный рабочий день, когда будут все голоса. Нам бракует 25 голосов. Я думаю, что у нас есть шанс против обговорения 15 минут и 25 голосов забрать. Спикер Андрей Порубий зазывал депутатов в зал, угрожал обнародовать именно каждого, кто не голосовал, отменил все перерывы. И снова ставил вопросы на голосование. Коллеги, судья, который освободил Садовника. Если сегодня мы не найдем 226 голосов, то я считаю, что в втором первым вопросом должно быть стоять следует регламентному комитету про наявность и отсутность в зале парламентской коалиции. Два голосования за, а дальше снова уговоры спикера. Но тщательно. С точки зрения Конституции, с точки зрения закона, это ни к чему наше решение. И поверьте, люди будут защищаться. Вы увидите, что будет с 1 октября. Порвали судебную власть. Уверю, что не все они виновны. Два часа дискуссий и ни одного перерыва. Спикер решил работать нон-стоп до победного. И дискуссии, проте есть дискуссии. Одни такие суды, одни не такие. Есть Вищая Рада Юстиции. Не могут депутаты в зале обговорювать каждого окремого судя. Наша фракция поддержала реформу судебной системы, потому что мы считаем, что судьбу судей, назначение, увольнение, должна определять орган, который разбирается в этом. То, что происходит сегодня, когда парламент опять в нарушении всех законов, регламентов, заставляет выполнять несвойственные функции голосовать огульно за 33 судьи. Причем там непонятно даже, в чем они обвиняются, поскольку не исключено, что там личный конфликт. Но сегодня Порубей поставил новый рекорд. 11 попыток голосования за одно постановление. 226 лишние приняты, коллеги. Наступно. Умисно, на мой взгляд, влаштовано это шоу, с тем, чтобы не было людей в зале, для того, чтобы показать и остаточно добивать парламентаризм в Украине. В зале отсутствовали нардепы, группы «Воля народа» и «Видроджиня». Голосов за увольнение не дали в оппозиционном блоке, частично в Ватькивщине и блоке Петра Порошенко. Несмотря на это, уволили 29 судей. Из них 19 принимали решения по автомайдановцам, уверяет спикер и оправдывает свои методы. Сегодня введение сессии было таким, каким могло быть в существующих умовах. Для меня было одно решение, мы должны выйти на позитивный результат. После пяти часов непрерывной работы депутаты разошлись до вторника. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности – телеканал «Интер». Президента сообщили, что... А уже через час после окончания внеочередного заседания Петр Порошенко уволил одиозную судью Печерского райсуда столицы Оксану Царевич. На сайте президента сообщили, что указ об увольнении Порошенко подписал сегодня сразу после того, как получили представление на увольнение Царевич от Высшего совета юстиции. Не дня без взятки. В Херсоне на горячем поймали исполняющего обязанности заместителя мэра Аркадия Подлесного и его подельника, замначальника управления ЖКХ. Сумма взятки составила 81 тысячу гривен. Подробности расскажет Кирилл Ющишин. Чиновников задержали накануне поздно вечером. Заместителю мэра как раз принесли последнюю часть требуемой суммы – 45 тысяч гривен из 81 тысячи. Деньги взяточники требовали у представителей фирмы как вознаграждение за предоставление подрядов на ремонт жилых домов. Об этом на своей странице в Фейсбук утром написал генпрокурор. Сразу после задержания следователи прокуратуры и СБУ провели обыски в 20 разных местах. Дома у подозреваемых в рабочих кабинетах осмотрели и кабинет мэра Херсона Владимира Миколенко. Сегодня тот собрал пресс-конференцию и, как говорится, с потрохами сдал и имена, и должности чиновников, замешанных в схеме. Это пан Рибаков, который в свое время руководил департамент жилого коммунального господарства. Он написал заявку, что из него требует один из руководителей департамента хабара за выполнение работы ремонтных на домах коммунальной власти мэра Херсона. На сегодняшний день, за моей информацией, проведено затримание двух людей. Это заступник керевника департамента ЖКГ Виктор Дмитриевич Трамбовецкий и выполнение обыски заступника местного головы Аркадий Сергеевич Подлесный. Получается, написал заявление и давал взятку бывший коллега задержанных. Они сейчас в изоляторе. Главный подозреваемый заммэра Аркадий Подлесный является еще и депутатом городского совета от партии Самопомич. Ему и замначальнику департамента ЖКГ Виктору Трамбовецкому теперь грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией, если их вину докажут в суде. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Херсон. На взятке погорел и еще один чиновник. 12 тысяч гривен требовал начальник жидовокзала в Черновцах у бизнесмана, который арендует помещение под буфет. Заплатив эту сумму, предприниматель смог бы работать и дальше, при этом не заморачиваясь на оформлении многочисленных документов. Поймали начальника вокзала на горячем. Сейчас полицейские проверяют, не требовал ли он денег у других предпринимателей. Так бил ли мальчик? В соцсетях обвиняют патрульных Тернополя в том, что они дубинками избили пожилого мужчину только за то, что тот перешел дорогу в неположенном месте. Но в полиции рассказывают свою версию. И все могло бы объяснить видео с места происшествия. Есть ли записи, что произошло на самом деле, выясняли наши корреспонденты. Все произошло именно здесь, вот на этой дороге, напротив городского автовокзала. Как рассказывают очевидцы, вчера пожилой мужчина лет 65-ти переходил здесь дорогу в неположенном месте. Это заметили полицейские и сразу бросились вслед за нарушителем. Как развивались события дальше, точно неизвестно. Но вскоре в соцсетях появились сообщения очевидцев, что якобы полицейские избили этого мужчину. Пишут, применяли дубинки и слезоточивый газ. Там же появилось и вот это видео. Возмущенная толпа обвиняет полицейских в том, что они неправомерно применяли силу. Мы попытались найти очевидцев, чтобы уточнить, как же все было, но большинство людей или ничего не видели, или видели, но не все. Алина работает провизором в аптеке, которая находится недалеко от места инцидента. В полиции уверяют, инспекторы действовали в соответствии со своими должностными инструкциями. И пенсионера не били, а только надели наручники, поскольку тот якобы вел себя неадекватно. Ему надали три попереджения. На все наши попереджения он выражался антитурной лайкой, посылал инспекторов. И было застосовано физическую силу. Его не били. Ему просто заломали физическую силу. То есть ему заломали руки и вделили на него коденки. Чтобы убедиться, так ли все было, просим начальника управления полиции предоставить нам видео, снятое самими полицейскими. Видео, которое записывалось в полицейске, будет опубликовано или нет? Видео? Да. Можно будет взятого? Я думаю, что видео это не большая проблема. Видео нам пообещали предоставить в течение двух часов. Прошло все пять, но мы его так и не получили. В пресс-службе управления полиции сообщили. Оказывается, видео просто нет. Патрульные при задержании пенсионера якобы оставили свою камеру в машине. Жанна Дучак, Зиновия Автона, с подробностей телеканал Интер, Тернополь. Снимай меня, если сможешь. В законопроекте о презумпции правоты полицейского будет прописана норма, запрещающая гражданам проводить видеосъемку действий патрульного при исполнении. Об этом заявила глава нацполиции Хатя Даканаидзе. Но насколько законна эта идея и в каких странах есть подобные запреты, узнавали наши журналисты. Запретить снимать работу патрульных. Такой пункт будет прописан в новом законопроекте о внедрении презумпции правоты сотрудника полиции. Об этом заявила глава нацполиции Хатя Даканаидзе. Говорит, многие люди специально провоцируют полицейских, чтобы снять видео и выложить в сеть. Но юристы утверждают, подобные запреты противоречат Конституции. Конституция предусматривает, что граждане имеют право на сбор информации свободной. Не исключено, что где-то в Российской Федерации или Северной Корее существует что-то подобное. Нигде в цивилизованных странах, скажем, европейских, я такого не припомню. Общественные активисты, которые сами не раз снимали действия патрульных на камеры, и эти кадры становились резонансными, говорят, в случае принятия такого закона, необходимо очень четко прописать все нюансы. Критерии, что именно нельзя снимать, на каких событиях, к примеру. Если речь идет просто о задержании преступника, например, о том, как полицейские работают на месте ДТП, я в этом ничего противозаконного не вижу, что могло бы как-то помешать. Наоборот, люди показывают работу полиции. Вот несколько примеров, когда именно видеоочевидцев вызывало в обществе резонанс. Иначе никто бы и не знал о некоторых нюансах работы полицейских. 30 августа этого года черниговские патрульные сбили мужчину прямо среди улицы. Все происходящее снимали прохожие. Мужчина поплатился за то, что вступился за женщину, которая торговала на улице картошкой, а правоохранители хотели составить на нее протокол за торговлю в неположенном месте. Патрульные набросились на него, повалили на землю, заламывали руки. Сами правоохранители утверждают, действовали по закону, и служебные полномочия не превысили. Мол, мужчина не подчинился приказу, пришлось объяснять физически. А вот еще одна история буквально в тот же день, теперь уже в Николаеве. Драка возле кафе на пешеходной улице. Жена одного из пьяных дебоширов поссорилась с мужем и вызвала такси. Когда попыталась уехать, тот набросился на таксиста. Тут подоспел его товарищ, и потасовка переросла в драку. Прохожие вызвали полицию, на место прибыли сразу пять экипажей, но патрульные не стали никого задерживать. Позже, после недовольства очевидцев бездействием копов, одного из зачинщиков они все же задержали. Но другого, который у них на глазах ударил по голове прохожего, отпустили. Почему обоим зачинщикам драки позволили уехать домой, в полиции ответа не дали. Есть также видео, на котором активисты снимают, как уже новые патрульные берут взятки у водителей, нарушивших ПДД, торгуют наркотиками. В результате этих публикаций, как минимум, патрульных увольняли, как максимум арестовывали. Политологи уверены, идея запрещать снимать на видео работу полицейского абсолютно нелогична и даже противоречит самой работе полицейского. Можно запретить снимать заседание Верховной Рады, потому что ее охраняют, там полицейские по периметру стоят. Функция полицейского – это обеспечение общественного порядка. Причем слово «общественность» здесь ключевое. То есть он работает в общественных местах. Если лишить общества общественного контроля над работой милиции, то, конечно, нас будут ожидать многочисленные трагедии со стороны полицейских. И ситуации по типу Врадьевик или Кривого озера будут повторяться регулярно. Будет ли принят закон о презумпции правоты полицейского, а в нем отдельной строкой запрет видеосъемки, зависит от нардепов. Ольга Теребинская, Павел Лысенко. Подробности – телеканал «Интер». А пока в Верхах решают, как помочь патрульным избежать публичности, в Низах погонами прикрывают преступления. В Киеве задержали очередного полицейского наркоторговца. Инспектор столичного управления наладил продажу запрещенных веществ на десятки тысяч гривен. Подробнее – Егор Логинов. Операцию по задержанию проводили сотрудники военной прокуратуры Дарницкого гарнизона и Главное управление по борьбе с коррупцией, организованной преступностью СБУ. Лейтенанта полиции взяли на горячем во время продажи трех граммов амфетамина и одного литра опия. За наркотики покупатель заплатил 50 тысяч гривен. Во время обыска автомобиля полицейского правоохранители нашли 150 упаковок димедрола. Заявление на копа написал его знакомый, перед которым наркоделец похвастался своим незаконным заработком. Патрульный полицейский сообщил, что он достаточно заработает и, кроме официальной зарплаты, имеет еще дополнительные джерела доходов, а именно за незаконный сбуд наркотических средств. Он сообщил, что параллельно с патрульюванием по городу Киеве, вечером в позаробочий час он развозит наркотические средства до покупателей. Наркоторговец уже задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Сколько ему светит? Вот что говорят в прокуратуре. Это незаконный сбуд наркотических речев, в особо великих размерах, частина третя. Санкция в казанной статье предпочитает покарание в виде позбавления воли от 9 до 12 лет с конфискацией майна. Только за летний период прокуратура и СБУ задержали несколько патрульных, причастных не только к продаже, но и к производству наркотических веществ. К примеру, в Северодонецке разоблачили капрала полиции, торговавшего марихуаной и амфетамином. В Луцке старший инспектор продавал наркозависимым ЛСД, а в Днепре конвойный сбывал метамфетамин и марихуану прямо в зале суда. В феврале в Одессе задержали полицейского, которая не только продавала наркотики прямо возле местного отделения полиции, но и употребляла их сама. Егор Логинов, Никита Исайко, подробности, телеканал Интер. А в Грузии арестовали начальника нацполиции Одесской области Гию Лорд Кипанидзе. Заочно. Решение принято городским судом Тбилиси. Его подозревают в превышении полномочий во время разгона оппозиционного митинга в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили 26 мая 2011. Тогда лорд Кипанидзе занимал должность замминистра внутренних дел Грузии. Допросить чиновника должны были 21 сентября, но начальник полиции Одесской области в Грузию не поехал, сославшись на служебную занятость. При этом не исключил, что может отправиться к следователям после 15 октября. Напомню, по данным прокуратуры Грузии, во время разгона митинга погибли два человека. 250 получили травмы, около 800 демонстрантов были незаконно арестованы. Бывший министр внутренних дел Грузии Иваномир Абешвили осужден на 4,5 года. То, что произошло 26 мая, все это на виду. И все это запечатлено в видеоматериалах. Какую кровавую расправу устроили погибшие люди вследствие этого жесточайшего разгона. Все члены, все организаторы там зафиксированы. По-моему, для обвинений, для приговора существуют очень веские доводы. Наш корреспондент в Одессе Андрей Анастасов пытался записать комментарии лорд Кипонидзе, но в пресс-службе начальника областного управления нацполиции сказали, комментариев не будет. Максимум, если чиновник сочтет нужным, он напишет сообщение на своей странице в Facebook. Но пока там последний пост датирован 25 сентября. Гектары для фронта. В Черновцах депутаты Гурсовета исключили из повестки дня земельные запросы Народного фронта. Напомню, фронтовики хотели получить 6 участков в разных районах города. В земельной комиссии Гурсовета эти вопросы назвали шкурными интересами фронтовиков и лично главы парламентской фракции Максима Бурбака. Видимо, под давлением общественности и журналистов, сегодня местные депутаты запрос решили не рассматривать. В комиссии такое решение называют хоть и маленькой, но победой. Это условные фирмы, они там створяют на одном предприятии, по кольке фирм под разными назвами. Это скликание Мирской Рады, напевно, от самого начала стыкается с этими вопросами, так называемыми шкурняками Бурбака. И вот до теперешнего часа, это уже почти год наше только скликание, я рассматриваю эти шкурные вопросы. На каждую сессию буквально идет 5-6 вопросов. Напомню, вчера мы рассказывали, как нардеп-фронтовик якобы через подставные фирмы, некий Вест Буковина, Инвест Альянс и Корда, хочет захватить гектары городской земли. Причем абсолютно бесплатно. И попытка стать владельцами земельных участков и помещений не первая. Лесной Бурбак требовал выделить ему двухэтажный особняк в центре Черновцов под общественную приемную. Быть или не быть львовскому мусору на Грибовицкой свалке. Сегодня этот вопрос решали жители и сельсовет Малехова. Крохотному селу мэр Львова обещал миллионные дотации, лишь бы они не блокировали вывоз мусора и выделили еще два участка, почти вплотную к жилым домам. Так что же решила громада Малехова, знает Галина Якушко. Судный день для львовского мусора. В крохотном сессионном зале села Малехов рассматривают договор со Львова. В помещении негде яблоко упасть. Явились не только депутаты, но и большинство жителей села. К рассмотрению судьбоносного вопроса подошли торжественно. Открыли сессию к государственным гимнам. Малехов вплотную граничит с закрытым после масштабного пожара Грибовицким полигоном. Сельский голова зачитывает условия договора. Если жители села разрешат снова вывозить на свалку мусор из областного центра, то получат дотацию от львовской мэрии на сумму около 60 миллионов гривен. На постройку школы, амбулатории, детского сада и водопровода. Но оказывается, селян подачки от мэра садового не интересуют. Текст договора они воспринимают скептически. Два часа сессии и вот единогласное решение. Отказ от львовского мусора, а значит и от 60 миллионов. Жители села такое решение встретили аплодисментами. Сельский голова против. На каких условиях вообще жители Малехова могли бы принять мусор из Львова, сельский глава даже не знает. Но в чем точно уверен, так это в том, что Грибовицкий полигон необходимо закрыть навсегда. А местные активисты просят депутатов впредь даже не рассматривать подобные приложения и предупреждают. Будет глава и секретарь Рады снова выносит какие-то провокационные вопросы на сессию. Забьем сельскую Раду, это все. Активисты Малехова также говорят, не доверяют мэру Львова Андрею Садовому. По их словам, он не первый год обещает компенсировать им вред от полигона и уже не раз обещал построить школу и обеспечить водопроводом. Но ВОЗ и ныне там. Так что помощи будут просить у премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Его приезда ожидают в Львове завтра. Активисты рассчитывают, что премьер найдет время для обсуждения мусорного вопроса. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Ивовская область. Александра Орлова, руководителя Одесской партийной ячейки оппозиционного блока, отпустили под залог. Сегодня вечером была внесена необходимая сумма 8 миллионов 600 тысяч гривен. Об этом сообщила адвокат политика. Напомню, Орлова подозревают в организации массовых беспорядков 19 февраля 2014 года, когда он был вице-губернатором области. Вот только отпустили Орлова после внесения залога не сразу. Перед этим в СИЗО, где он находился, следователи провели еще один допрос и выдвинули новые подозрения. В оппозиционном блоке такие действия прокуратуры называют незаконными. Применяют его сейчас по статье 340-го уголовного кодекса препятствование к проведению митингов с применением физического насилия. И прокуратура обращается с ходатайством опять в суд об изменении меры пресечения СИЗО на содержание под стражей. Напомню, история с расследованием. Избиение журналистов перед зданием Одесской обладминистрации длится 2,5 года. Тогда, по данным прокуратуры, несколько человек получили легкие травмы. За это время, по словам адвоката Орлов, неоднократно давал показания. В его доме у его родных не раз проводились обыски. При этом ни один прокурор Одесской области, находившийся на посту за это время, не выдвигал никаких обвинений в адрес Орлова. Окончательно запретить меджлиз крымских татар и признать его экстремистской организацией. Такой вердикт вынес сегодня Верховный суд России. Прокуроры обвинили орган в посягательстве на территориальную целостность Федерации. Напомню, еще 26 апреля экстремистская организация, запрещенной на территории России, признал меджлиз Верховный суд Крыма. На это отреагировали в Европарламенте и потребовали запрет отменить. Теперь представители крымско-татарской организации не исключают возможности обжалования решения в Европейском суде по правам человека. Протест против запрета меджлиса уже высказал украинский МИД. Перетворение оккупированного півострова в серую зону террора и безправи. Фактически, запрещена меджлиса – это запрещена крымско-татарского народа, коренного народа Крыма. Мы твердо знаем, что сам незалежная и святая громадянская позиция меджлиса, его прикладная поддержка территориальной целостности Украины, сделали его объектом политического переследования с боку Российской Федерации. Механизм отвода войск прост. Обе стороны синхронно отступят от обозначенных ОБСЕ точек на линии соприкосновения. От этого прапора, если брать отклик, приблизно 100 метров находится геодезичная точка, от которой будет рассчитываться та необходимая отстань в один километр. То есть, это будет зона, которая будет обеспечивать недоступность для стрелецкой оружия. О договоренности слышали, но приказ отступать еще не получили, говорят наши солдаты. Если будет такое распоряжение, данное нам военнослужащие, мы сразу отступим. Я думаю, что в межах полгода мы разом с своими, будем сказать, озброениями и особенным складом отойдем. Не выстрела. Главные условия отвода войск здесь соблюдаются уже с 1 сентября. Стало тихо, подтверждают и местные жители, но боятся, что как только украинская армия отступит, серую зону оккупируют боевики. Сколько раз так было, что эти не успели оставить, он, Михаловку не успели оставить, значит, сразу тебе зашли, и все, на Михаловке в житие. Они мигом зайдут сюда. И придется здесь третьей части населения уезжать. То, что они знают, что они нас охраняют, они не лезут, а так будет чистый, как это. Кто там бойцы, кто там стреляет. У большинства из них в оккупированном Первомайске родные и друзья. От них узнают, чьи войска стоят в городе и какое оружие нацелено на золотое. У меня знакомая с Первомайки живет, здесь недалеко, она рассказывала, как каждое утро в 4 часа, в полчетвертого, начинают, говорят, пушки привозят, с одной стороны дома вставляют, и с другой, и начинают пулять. Олег, это... Что, думаете, опять пулять будут, если? Буряты, видишь, где буряты живут? Ну, примерно. Примерно 9 тысяч километров отсюда. Ну, да. Защищают свою родину. Открытие контрольно-пропускного пункта в первую очередь, говорят, местные спасения для жителей Первомайска. Жить там становится все тяжелее. Заклады маленькие. Ну, сколько? Ну, две тысячи. Рублей? Да, русскими можно прожить. Ну, да, это меньше тысячи греет. Ну, да. Так что? Так что тяжело там. Хорошо только, да, пенсионерам. Золотое первое в списке, где проведут эксперимент по отводу войск. Если все пройдет успешно, двухкилометровая буферная зона появится и на других участках фронта. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Луганской области. Подробности телеканал Интер. Обстрелы со стороны боевиков продолжаются, несмотря на договоренность о прекращении огня. Об этом Петр Порошенко проинформировал сегодня Ангелу Меркель по телефону. Президент Украины также призвал канцлера Германии активизировать международные усилия по освобождению всех украинских заложников. В свою очередь Меркель пообещала помощь Германии в лечении зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. И выразила соболезнования в связи с 75-й годовщиной трагедии в Бабьем Яре. И сегодня же Меркель по телефону побеседовала с российским президентом. Обсуждали минские договоренности. Канцлер в частности позитивно оценила подписанное в столице Беларуси соглашение о разведении сил на линии соприкосновения и о роли специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Первый пошел в Великобритании за терроризм. Впервые судят местного парня, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе. Банна Стимпсона обвиняют сразу по двум статьям. Что грозит горе наемнику? Наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко подробнее. Впервые общественность узнала о существовании Бена Стимпсона из этого репортажа BBC. Год назад возле Дебальцева у британца брали интервью его же соотечественники. Если вы умрете здесь, будет ли это того стоить? Думаю, да, ведь я делаю то, чем горжусь. Но ведь вы вторгаетесь на территорию чужого государства. Я не вторгаюсь, я не террорист, я не какой-то джихадист, даже не воюю особо. Тогда простой рабочий мужчина, немного за 40, жаловался на отсутствие денег и каких-либо перспектив в родном городке под Манчестером. Мечтал начать новую жизнь на новом месте, встретить украинскую девушку, купить дом. Думал, буду там скорая водить или работать на кухне для голодных беженцев, или школы отстраивать, а оказался в рядах боевиков. А эти журналисты из BBC, они заставили меня взять в руки автомат, говорят, есть оружие? Да, возьмите его вот так вот и держите. Это Бен уже по возвращении на родину. Сразу после прилета в Британию его задержали сотрудники отдела по борьбе с терроризмом. Допросили, забрали телефон, компьютеры и даже документы, отпустили под залог и установили слежку. Грозный боец-наемник в одночасье превратился в простого бомжа. Так получилось, на меня надели форму, и я, знаете, я не хотел никому причинить зла, я не собирался убивать людей, как террорист. Тут же Бен сам признается, выбирал, где воевать между Курдистаном и Донбассом. В Украину попал через Россию, но даже не успел поучаствовать в активных боевых действиях. Только учебка, подготовка и много свободного времени в бараках с Wi-Fi. Под конец все стало плохо, видимо, деньги закончились. С едой было туго, даже чай закончился. Представляете, даже чай и сигареты, только картошка. Если честно, Бенджамин Стимсон создает впечатление не обремененного интеллектом, а посему и идеологии человека. Он просто хотел заработать денег, не понимал, кто прав в конфликте на востоке Украины, кто виноват. Тем не менее, игры в войнушке с сепаратистами привели к двум уголовным статьям. Подготовке и содействию терроризму и, собственно, совершению террористических актов. Судить Стимсона будут здесь, в лондонском криминальном суде Олд Бейли. По всей строгости местного законодательства уже на следующей неделе, 7 октября. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Безвизовый режим, договор об ассоциации с ЕС, продление санкций против России. Обо всем этом говорил премьер Владимир Гройсман на встрече с председателем Евросовета. Дональд Туск заверил, Украина может рассчитывать на полную поддержку и Евросоюза, и Польши на международной арене. В свою очередь, Гройсман выразил надежду, что безвизовый режим для Украины европейцы одобрят уже в октябре. Вы можете рассчитывать на поддержку всех лидеров Европейского Союза. Но с моей точки зрения, вы полностью заслуживаете этого, учитывая те усилия, которые вы прилагаете. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. День памяти. Как в Украине почтили жертв Бабьего Яра. Страна без асфальта. Какое место заняла Украина в рейтинге качества дорог? Сегодня 75 лет со дня трагедии в Бабьем Яре. 29 сентября 1941-го, через 10 дней после оккупации Киева, нацисты начали массовые расстрелы. За два дня убили 34 тысячи человек. Евреев, военнопленных, бойцов ОУНУПА, ромов и душевнобольных. За все годы оккупации здесь похоронили от 100 до 200 тысяч человек. После окончания войны советская власть долго скрывала правду об этой трагедии. Только в 1966-м в Бабьем Яре установили памятный знак, а позже и мемориал. Час назад, почтить память погибших в Бабьем Яре, пришли сотни людей. Приехали первые лица государства и иностранные гости. Там сейчас и моя коллега Анна Каменева. Анна, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Катя. Сегодня здесь нет громких слов и громких заявлений. Только люди, пережившие эту трагедию, родственники тех, кто навсегда остался здесь, в Бабьем Яре, и просто те, кто решил почтить память сотен тысяч расстрелянных. Очевидцы, еле сдерживая слезы, рассказывают каждой свою историю. Они помнят не так уж и много, ведь тогда были очень маленькими. Но каждый год они приходят сюда. Я вообще бабушку и дедушку фактически не знала. Был приказ немецкого командования прийти, собрать с вещами и прийти сюда. Но никто же не думал, что их растерялись. Все думали, что их куда-то отвезут. И они, в общем, они здесь остались. Я не могу об этом говорить. У меня в Бабьем Яре погиб дедушка. Дедушка оставался в Киеве и рассказывали, что он был в лагере на Керосиной. И все, кто был в лагере на Керосиной, они все попали в Бабьем Яре. В Славуте, в Мельницкой области детей расстреляли, и взрослых расстреляли. Их выдали. Четыре тети, дедушку и бабушку расстреляли. За два года оккупации Киева нацисты расстреляли в Бабьем Яру, по разным данным, от 100 до 2000 человек. Евреев, украинцев, ромов, военнопленных. Позже они пытались скрыть свои преступления, сжигая тела руками узников концлагерей. Об этом всем рассказывают стенды, которые отныне находятся в этом парке. Сегодня также здесь проходит траурная церемония в память о погибших. В ней принимают участие президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского союза Дональд Туск, иностранные послы и гости. Можно понять, что перед лицом Холокоста живые ищут утешение в молитве. Также можно понять, что мы молчим, потому что молчание может быть громче, чем крик. Мы также пытаемся почтить память погибших самым уважительным способом. Мы пытаемся лучше понять, что случилось с нами, с людьми и миром. Но недостаточно почтить их память молчанием и в молитве, если мы хотим избежать подобного. Бабин Яр – это трагедия всего человечества, но она произошла здесь, на украинской земле. Бабин Яр – это наша общая трагедия. Трагедия, прежде всего, еврейского и украинского народов. В Бабьем Муяре, тому будет створено мемориал Холокосту. И сегодня с ранку я оприлюднив эту инициативу и очень благодарю за мощную поддержку. Память погибших почтили минутой молчания, а сейчас траурная церемония все еще продолжается. Студия. Спасибо, Аня. Это была Анна Каменева. Она видела, как чувствовали память жертв трагедии в Бабьем Яре. А тем временем в Умань съезжаются хасиды, отмечаясь Росашанам. В эти выходные иудеи всего мира будут праздновать 5777 Новый год. В Умани находится могила хасидского пророка Раби Нахмана. Поклониться едут паломники со всего мира. Почти неделю они будут молиться и праздновать. Ожидается, что в этом году приедут более 30 тысяч человек. А поскольку Росашана совпадает с Днем Умани, в городе будут приняты усиленные меры безопасности. Цельнодобовое патрулювание проводится в районе паломничества. Умовно территория, на которой концентруется данный захід, поделена на 6 больниц. Сегодня в Мисумань пребывает сведенный загон правоохоронцов Израиля, которые будут давать нам практичную помощь. Пятая с конца. Швейцарская международная организация «Всемирный экономический форум», которая устраивает ежегодные встречи авторитетных представителей общества в Давосе, опубликовала свой рейтинг качества дорог в 138 государствах. Тут похвастаться могут Арабские Эмираты. Страна занимает первую строчку. В пятерку лучших попали также Сингапур, Гонконг, Нидерланды и Япония. А вот Украина, увы, заняла почетное пятое место с конца. Хуже дороги оказались только на Мадагаскаре, Парагвае, Конго и на Маврикии. Рейтинг составляется каждый год на основании открытой информации, а также с учетом мнений нескольких тысяч экспертов из более чем ста стран. И одну из украинских дорог, трассу Николая в Одесса, сегодня перекрыли. Работники судостроительного завода требовали выплатить зарплату, ее не получали уже пять месяцев и уволить директора. Утверждают, руководство завода ведет предприятие к банкротству. Два месяца назад обрезали электричество, а сейчас увольняют сотрудников под надуманными предлогами. Услушали ли рабочих чиновники? Подробнее наши корреспонденты. Две недели назад работники завода имени 61-го коммунара уже собирались на акцию протеста. Тогда возле завода управления предупредили руководство предприятия и власти, если не получат зарплату, перекроют движение на междугородних трассах. Но никаких подвижек не произошло, и сегодня люди вышли на трассу. Народ доведен, да, мы готовы и перекрывать, мы готовы. Покажи вот расчетный листчик. Ну вот задолженность у людей. У каждого человека задолженность 50-80 тысяч составляет. Выходят шахтеры, у них месяц-два. Шахтеров все видят, они выходят когда? А у нас долг сумасшедший, нас никто не видит, нас никто не слышит. Чтобы избежать пробок, полиция пустила транспорт в объезд заблокированного участка. Акция длилась несколько часов, но никто из властей к пикетчикам так и не приехал. Проблема не только в невыплаченных зарплатах, утверждает нардеп Сергей Каплин. По его информации, сейчас на заводе режут крейсер, построенный на 98%. Запчасти с этого крейсера подходят только для одного другого крейсера. Одинакового проекта, реализованного в период Советского Союза. Крейсера Москва. У нас есть все основания утверждать, что Пашинский вместе со своим директором, который был назначен Народным фронтом на эту должность, разграбляет сегодня предприятие и торгует с русскими. Люди уверены, их предприятие стало жертвой экономических диверсий. Ведь уничтожение оборонного судостроительного в условиях военной агрессии абсолютно нелогично. Я тошник, мне не выплаты большой, когда я на войне был. Уже год не платят. Хитрая война у нас сейчас. Кто-то воюет, кто-то к Андрабас пускает. Если местные столичные власти и на этот раз проигнорируют акцию рабочих, в следующий раз они намерены перекрыть трассу Киев-Одесса. Бессрочно. Данил Снисор, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. Перекроить проект госбюджета на следующий год предлагают в оппозиционном блоке. Как именно, рассказал лидер политсилы Юрий Бойко на встрече с пенсионерами и ветеранами Киевской области. По предварительным подсчетам, в следующем году около 70 миллиардов гривен дополнительного дохода госбюджет получит за счет инфляции и обесценивания гривни. Еще около 30 миллиардов можно будет сэкономить, урезав расходы силовиков и армии. Сэкономленные 100 миллиардов оппозиционеры предлагают направить на повышение минимальных зарплат и пенсий. Эти правки в проект бюджета уже в профильном комитете парламента, также получат их и в правительстве. Мы считаем, что это очень конструктивное, главное, базирующееся на реальной экономической почве предложение и будем предлагать правительству его принять. В том виде, в котором сегодня предлагается принять бюджет, это бюджет антисоциальный, антинародный и он еще больше ухудшит жизнь людей при условии его принятия. Мы за этот бюджет варианта правительства голосовать не будем. О социальных гарантиях говорили сегодня и представители полицилы, народный контроль и члены конфедерации свободных профсоюзов. Их инициатива поднять минимальную зарплату на экспортных предприятиях. Инициаторы не верят в реалистичность планов правительства наполнить бюджет за счет приватизации и предлагают установить минимальную, так называемую, отраслевую зарплату для работников экспортной промышленности на уровне двух минимальных по Украине. Поскольку такие предприятия зарабатывают в твердую валюту и якобы не пострадали от падения курса гривни. Напомню, на экспортных предприятиях страны в сферах металлургии и машиностроения в химпроме работают 5 миллионов человек. Это увеличивает добровольство, опять же становится справедливость в первую очередь в оплате работы, увеличивает добровольство 5 миллионов семей и соответствующие предприятия к бюджету, которые, за нашими предприятиями, уже следующего бюджета 2018 года позволят поднимать зарплату бюджетникам благодаря этим надходениям не на 10%, а что наименьше на 30%. Железнодорожная катастрофа в Нью-Джерси. Не менее трех человек погибли, более ста пострадали в результате крушения поезда. Станция городка Хобокен сейчас в руинах. В утренний час пик поезд на полной скорости врезался в платформу. На кадрах, снятых очевидцами, видны масштабы аварии. Один из крупнейших железнодорожных узлов, где сотни людей каждый час присаживались на электричке до Нью-Йорка, разрушен. У большинства пассажиров серьезные травмы. Удар был настолько сильным, что электровоз и первые вагоны буквально выбросило из рельсов. Почему машинист не затормозил, пока непонятно. Но власти говорят, что подъезжая к станции, он даже не пытался нажать на тормоз. Всех пострадавших уже извлекли из искореженного состава. Движение поездов на этом участке парализовано полностью. Власти ведут расследование. Многие люди вокруг были ранены, и мы слышали крики пассажиров из первого вагона. Они оказались в ловушке и не могли выбраться. Когда нам помогли выйти, мы увидели, что люди оттуда выбирались через окна. Их спасала полиция. Лицо одного мужчины было окровавлено. Америка шокирована новым случаем стрельбы в школе. Огонь открыл 14-летний подросток. В провинциальном городке в Южной Каролине школьник, вооруженный пистолетом, попытался устроить бойню. Он хотел прорваться в школу, но подростка остановил пожарный волонтер. И тогда раздались выстрелы возле здания на школьной площадке. Три человека пострадали, в том числе учительница. Шестилетний ребенок госпитализирован в критическом состоянии. Дети в панике выбежали из школы и спрятались в церкви. Позже выяснилось, что перед тем, как отправиться с оружием в школу, тинейджер застрелил своего отца, с которым у него был конфликт. Этот эпизод теперь явно используют кандидаты в американские президенты, причем оба. Тема оружия для них ключевая. Клинтон за ограничения на его продажу. Трамп, наоборот, уверен, что если у каждого будет ствол, таких преступлений сами люди не допустят. Пока оба кандидата идут наравне, но испортить рейтинги демократов может новый хакерский скандал. О нем из Вашингтона мой коллега Дмитрий Анопченко. Казалось бы, после взлома электронной почты в штабе демократов, однопартийцы Хиллари Клинтон уже и видели все, и готовы ко всему. Но сейчас разгорается новый скандал, подробности которого появились как раз сегодня. Хакеры добрались и до их мобильных телефонов. В начале это было на уровне слухов, потом получило официальное подтверждение и вот сегодня обросло новыми деталями. Выяснилось, сотрудникам штаба Хиллари рассылали уже не только зараженные имейлы, но еще и сообщения. Текст похожий на тот, что они получают по работе. Но стоило зацепить ссылку или нажать на вложение, программа «Шпион» начинала пересылать содержимое телефона. А это значит, что в руках у хакеров могли оказаться не только СМС и списки контактов, обладателей этих мобильных телефонов. Учитывая, что люди сейчас все больше и фотографируют на мобильной, и селфи делают, и делают скриншоты официальных документов, для того, чтобы сохранить фотографию в памяти телефона, можно только представить, какой скандал разразится, если весь этот объем информации появится в прессе или в интернете, скажем, за несколько дней до голосования. Сколько человек пострадали, в Агентстве национальной безопасности не разглашают. Но по данным Рейтерс, в списке могут быть не только технические сотрудники, но и конгрессмены. Агенты ФБР сейчас без особой огласки встречаются с ними и просят сдать телефоны на проверку. Сами демократы комментировать ситуацию наотрез отказываются, но пресса пишет. Очень напуганы, что утечка ударит по рейтингам, как раз накануне дня голосования. Но пока оба кандидата продолжают агитационные поездки по стране. И о свежей рейтинге появятся уже сегодня-завтра, но те цифры, которые появились сейчас, доступны к этой минуте, свидетельствуют, что Хилари не очень-то и выиграла от участия в дебатах. Ее отрыв от Трампа максимум 3%, а это в рамках статистической ошибки. А значит, шансы по-прежнему равны. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Турция требует от Германии выдать двух сторонников проповедника Гюлена. Речь идет о бывших прокурорах, которые, по данным Анкары, сейчас находятся в немецком Фрайбурге. Тем временем критики президента Эрдогана массово просят убежище в Германии. Татьяна Лагунова продолжит. Турецкие оппозиционеры ищут защиты в Европе, в первую очередь в Германии, где проживают более трех миллионов турков. По данным немецких СМИ, за последние месяцы убежище в стране попросили несколько сотен критиков президента Раджепа Таипа Эрдогана. Миграционные службы эту информацию не комментируют. Мол, количество прошений о предоставлении убежища от граждан Турции после попытки переворота в стране действительно резко выросло. Но кто эти люди и по каким причинам просят защиты, не уточняют. Зато данные подтверждают сторонники проповедника Гюлена, которого власти Турции обвиняют в подготовке путча. В интервью журналистам они рассказали, турки, которые критикуют власти, поддерживают Гюлена, подвергаются гонениями в Германии. Со стороны своих же соотечественников. Якобы в турецкой общине составили списки сторонников проповедника, среди которых есть врачи, учителя, торговцы и призывают не пользоваться их услугами. А из школ, которые связывают с движением Гюлена, родители массово забирают детей в целях безопасности. Только в Штутгарте подобное учебное заведение покинули более 60 учеников. Официальный Берлин пока не говорит, будет ли предоставлять убежище сторонникам Гюлена. Для властей Германии это непростой выбор. С одной стороны речь идет о защите прав человека, с другой совсем не хочется лишний раз ссориться с властями Турции, которые помогают Европе справиться с миграционным кризисом. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Зачем Брэд Питт сдал анализы на наркотики и алкоголь, а Олег Болдуин примерял парик Дональда Трампа? Об этом вы не только узнаете из нашего обзора. Олег Болдуин сыграет Дональда Трампа. Американский актер появится в образе кандидата в президенты от республиканской партии в комедийной программе Saturday Night Live на канале NBC 1 октября. Его конкурентку Хиллари Клинтон сыграет актриса Кейт МакКиннон. Анонс шоу, размещенное в Ютубе, за сутки просмотрели почти полмиллиона человек. Развод Брэнджелины. Война миров в разгаре. Брэд Спитт прошел тест на алкоголь и наркотики из-за обвинения жены в жестоком обращении с детьми. Актер сдал анализы добровольно, чтобы продемонстрировать всем, ему нечего скрывать. Но прошлой неделе стало известно об инциденте на борту частного самолета, во время которого Питт, будучи предположительно нетрезвым, ударил своего старшего сына Мэддокса. Именно это якобы и потолкнуло Анжелину Джоли к разводу. Не нашли поезд с золотом, строят свой. Разочарованные неудачными поисками нацистского золота, польские энтузиасты мастерят копию мифического поезда в масштабе один к одному. Один вагон уже готов, а также фальшивое сокровище – слитки золота с нацистской символикой. Впереди работа над локомотивом и еще тремя вагонами. Масштабный оползень разрушил деревню в Китае. 400 тысяч кубометров почвы завалили два десятка домов. Из-под обломков живыми достали 15 человек. Без вести пропали не меньше 30. Оползень произошел из-за проливных дождей, которые в восточную провинцию Чжэцзян принес Тайфун Мэгги. Из зоны бедствия уже вывезли полторы тысячи человек. Эвакуация продолжается. Воздушные шашечки. В Мехико запустили первое в мире авиатакси. Небольшой вертолет частного оператора берет на борт до 5 человек с багажом 10 килограммов. Пока что такси курсируют только из международного аэропорта и назад дважды в день. Собственник службы собирается хоть как-то разгрузить интенсивное движение на улицах мексиканской столицы. Но вряд ли эффект будет ощутимым. Стоимость проезда почти сотня долларов. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера. До встречи на Интере. Субтитры создавал DimaTorzok